Вот этот кувшинчик Игорь сделал сам своими руками и обжог мы были на такой фабрике керамической Японии. Саппора. 500 спектаклей. В 1994 году прошло 500 спектаклей Чаплина. А это у нас, это уже из Кореи. Сеул, 2001 год. Это была премьера звуки джунглей и танго. Вот эти у нас такие памятные вещи, которые... Тоже самодельные? Да, это я делала. 2 февраля 1886 года были подписаны все документы в Челябинской областной филармонии, что будет образована такая хозрасчетная организация Театр ледовых миниатюр под руководством Игоря Бобрина. И мы считаем вот этот день датой, днем рождения нашего театра. Мы тогда с Андреем Букиным еще готовились к нашим чемпионатам мира 1886 года, потом 1887, 1888 олимпиады. То есть мы еще были далеки от этого. Я, конечно, как жена Игоря была вовлечена во все разговоры, во все переживания. Но после первых же спектаклей немого кино или размышления на тему Чарли Чаплин, это был первый спектакль Игоря, который он сделал, стало понятно, что это финансово выгодно. Были полные залы и как бы не было таких сумасшедших затрат, хотя филармония челябинская вложила деньги в то, чтобы были созданы эти спектакли. И все задают этот вопрос, а как вы пережили 90-е? Я не помню разницы. Мы были так увлечены тем, что мы делали в театре. Видимо, было достаточно работы. Мы ездили много уже за рубеж. Был момент, когда мы совсем не выступали. Сначала в Советском Союзе, потом уже в России, потому что здесь вообще негде было. Все дворцы спорта были закрыты, и в них были ярмарки, выставки, мебельные какие-то салоны. Даже выставка гробов была в юбилейном. Но на самом деле это неоценимая школа такая, которая у нас заложена, которая научила нас закрываться от неприятных моментов, научила нас встать, знаете, на рельсе, видеть цель и идти к этой цели. И я думаю, что вот без этой закалки мы бы давно уже были смятены вообще тем, что вокруг нас происходит. А мы вот делаем свое дело. И счастливы в этом. Мы уже за эти 30 лет знаем, что и как нам не надо переделывать наши спектакли для разной публики. В России публика, конечно же, понимает, что труднее, что легче. И как бы на элементы хлопает. Во Франции обязательно отмечают вот сложность хореографии, изыск хореографии. В Америке ты не можешь обойтись изысками хореографии и не можешь обойтись только элементами фигурного катания. Ты обязательно должен ввести элементы цирка, элементы какие-то трюки. Вот они должны, их надо оторвать от попкорна. И чаще всего спектакли, которые мы теперь ставим новые, они изначально заказаны. Мы стараемся сделать те спектакли, которые вот на премьеру хотя бы, на первые 20-30 спектаклей будут уже востребованы в какой-то стране. И будут, хотя бы мы понимаем финансово, что это будет окуплено. Сейчас вот мы тоже готовим, помимо спектакля, который будет 13 января в Театре русской песни, дальше мы готовим новую премьеру, которая, надеюсь, пройдет в Санкт-Петербурге в конце февраля. Не могу сейчас говорить название, потому что вот буквально ждем подписания, ждем такой серьезной работы. И вот тут надо будет сработать очень быстро. Я не скажу, что мы обладаем какой-то необыкновенной прибылью. Зачастую все как бы сходится в ноль. Но мы не в минусе. Конечно, хотелось бы, чтобы нам помогли слегка. Знаете, есть в нашей стране шоу или какие-то образования, которым государство помогает. Мы зачастую делаем вот что заработали, раздали артистам и потратили на новые постановки. Вот так мы живем. Но иногда это даже себя оправдывает, потому что мы зависим сами от себя.